Вкусно покушать любят многие. Не исключение и воспитанники ясли сада номер 36, которые с удовольствием съедают все, оставляя трелки пустыми. Белки, жиры, углеводы, витамины и минералы – то, что должно быть в рационе малышей. Повара детского сада при составлении меню все эти правила и нормы соблюдают. При этом не забывают и о диетическом питании. Специалисты отмечают, что еда для детей должна быть не только источником удовольствия, но и энергии. Процесс организации питания в учреждении дошкольного образования на высоком уровне, а значит, за здоровье малышей можно не волноваться. Процесс организации питания строится на основании нормативных и методических документов по питанию. В нашем дошкольном учреждении организовано трехразовое питание на основе примерного 10-дневного меню, которое разрабатывает инженер-технолог по питанию. Имеется картотека технологических карт приготовления блюд, которые входят в состав данного меню. У родителей есть возможность ознакомиться с меню, которое находится на информационных стенках в нашем дошкольном учреждении. Также там можно прочитать рекомендации о том, какое блюдо они могут приготовить своим детям на ужин. Наша съемочная группа после детского сада побывала на обеде у школьников младших классов в средней школе номер 33. Дети быстро занимали свои места за накрытым столом и незамедлительно приступали к приему пищи. Еда из школьной столовой у детей в почете, даже суп съедают с удовольствием. В школе разнообразное меню продумывают на две недели вперед. Еду готовят настоящие мастера своего дела. Правила не оставлять никого голодным, придерживаются все повара школы, а потому у детей есть сила не только играть, но и грызть гранит науки. Кроме того, учащиеся могут выбирать меню самостоятельно. С 5 по 11 класса мы практикуем уже многие годы, у нас детки выбирают меню. Я им составляю два меню. Одно, которое идет по примерному и то, что детки любят. И вот на основании этого, с 5 по 11 класса они выбирают два меню. И в классе они могут есть, допустим, сегодня они ели запеканку с чаем и ели мясо с кашей рисовой. В таком плане мы чего добиваемся? Мы добиваемся того, чтобы детки кушали. Ну а для нас лучшая благодарность – это то, что детки все съедают. Для того, чтобы готовить вкусно, одного мастерства повара недостаточно, нужны условия. В средней школе номер 33 пару лет назад провели модернизацию, как столовой, так и пищеблока. Теперь готовить в светлом и просторном помещении одно удовольствие – делятся кулинары. К слову, модернизация проходит во всех учреждениях образования. Ежегодно в системе образования района и в городах в целом проводятся и капитальные ремонты, и текущие ремонты пищеблоков, закупается посуда. Только за три последних года нами было заменено более 70% торгово-технологического оборудования. Кроме этого, в каждом учреждении образования, без исключения, будь это детский сад, либо это школа, существуют советы по питанию. Они не просто существуют, они качественно работают. Кроме этого, во все учреждения дошкольного образования введена программа «Крошка», которая помогает в составлении меню. Если говорить о меню в целом, то мы составляем двухнедельное примерное меню, которое согласуем в Центре гигиены и эпидемиологии. Например, соответствие меню предварительного санитарным нормам и требованиям. Детские воспоминания о самой вкусной детсадовской творожной запеканке или школьной котлете остаются надолго, ведь готовить так, как это делают повара учреждения образования, не получается ни у кого. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.